Всем привет с канала Голодная Полка и сегодня для разнообразия речь пойдет о комиксах, создаваемых у нас в России. И это будет Голод, Грехи Отцов от Молот Хардкорп. Действие данного комикса разворачивается в альтернативной версии нашей страны. В этой вселенной люди со сверхспособностями стали обыденным делом. Но представляют они из себя нечто совсем иное. Данный тип людей полностью подконтрольны вещи, которые держат в стране своеобразный режим и контролируют все сферы деятельности, к тому же взаимодействуя с религиозными оккультистами. Один из таких религиозных культов – служители Голода. Их божество алчаще в пустоте мор, который откликается на многочисленные жертвоприношения и дарует членам культа самые разнообразные сверхспособности. Дар своего божества они издревле называют Голод. Именно этот дар делает служителей самым могущественным и влиятельным религиозным культом на территории бывшего СССР. И с данным поехавшим антиутопическим режимом людям приходится как-то уживаться. Один из людей со сверхспособностями, местный супергерой по прозвищу Санитар, решает послать все к черту и попытаться обустроить нормальную жизнь своей семье, не связанную с деятельностью Вечи и религиозными фанатиками. То был 93-й год, но похоже, что спустя много лет судьба обернется не так уж и благосклонно. В целом, примерно так я бы описал сюжетную завязку. Но давайте сразу с места в карьер. Я скажу, что сформировать в голове картину общей истории было довольно проблематично. Одного комикса для этого оказалось недостаточно. Дело в том, что каких-либо подробностей или информационных сводок о религиозных культах, для чего они совершают жертвоприношение своему божеству, или кто такие чистильщики этой информации, в комиксе практически нет. Проблема заключается в том, что у Голода был пролог, который был напечатан отдельно несколько ранее. События данного пролога, это как раз 93-й год, который был уже представлен. Но в прологе также была целая страница текста, рассказывающая о лоре мира, в который читатель собирается погрузиться. И этой страницы нет в данной книжке, что создает довольно большие проблемы. Мне пришлось искать в свободном доступе данный пролог, чтобы местами разобраться, что здесь вообще происходит. Что помешало включить эту информацию в первый том комикса, серьезная загадка. И проблема в том, что доступный для чтения в паблике издательство пролог также не содержит данную страницу с текстом, без которого понимание основной сюжетной завязки несколько проблематично. В остальном сценарист комикса Владислав Погодаев проделал весьма отличную работу. Он показывает сверхлюдей в комиксе немного схоже с Красным Сыном, где Супермен был лишь оружием в руках СССР-овского режима, но у Погодаева все отображено еще страшнее и приземленнее. Так как его сверхлюди не правительственные марионетки и не супергерои, а сверхлюди, подчиняющиеся тайному порядку Вечи и соблюдающие правила чудовищного культа. Если они окажутся неугодными режиму, то с ними попросту разберутся, отправив отряд чистильщиков. То есть, да, для обычных людей это супергерои, в привычном понимании защищающие свою страну, но читатель видит, что это вычурная ложь, которую пытаются скормить мирным жителям. И не дай бог они попытаются куда-то сунуть свой нос. Их будут ждать страшное откровение. И в данных аспектах сюжет прям невероятно хороший и интересен. Но вместе с тем у комикса есть и проблемы с подачей истории. Например, наш герой Владимир Романов, он же Санитар, предстает в полной красе и обмундировании в 93-м году. Но когда действие переходит в наше время, повествование истории переходит совсем на других персонажей. В итоге то, что этот мужик в возрасте есть Санитар из 93-го, я понял только про листа в концепт-арты с персонажами в конце книги. То есть, да, я тупой, но я думаю, вы понимаете, какая порой каша происходила в моей голове во время прочтения. Вполне можно было сделать плавный переход, более логичный. Например, сделать переход на 2018 год от лица Санитара, сразу показав его постаревшим в наши дни. Либо сделать переход от младенца с следующей сценой, сразу показав его взрослым, возвращающимся домой и здоровающимся со своим отцом. И таким образом мы бы увидели повзрослевшего сына и постаревшего санитара. Вместо этого пролог заканчивается у нас сцена, в которой чистильщики громят чей-то дом, что является уже третьим звеном развязки. А затем какие-то два парня едут в машине и что-то обсуждают. Единственные диалоги ощущаются немного искусственно, потому что комикс у нас всё-таки 18+, и мне с трудом верится, что наш русский человек будет разговаривать подобным образом в таких шокирующих ситуациях. Всё-таки плашка 18+, позволяет сделать диалоги более приземлёнными и добавить наш русский мат, как мне кажется. Художественная составляющая вышла довольно приятной, и у нас есть как потрясающие брутальные экшн-сцены, так и очень детализированное окружение, прекрасно передающее постсоветский колорит. У художника, конечно, есть ряд проблем с перенасыщением штриховки, особенно перекрёстной, из-за которой рисунок получается перегруженным и слегка шумным, порой несохранением стиля, но ничего критичного. Куда важнее то, что у художника не всегда удаётся передать чувство скорости, и динамику во время движения персонажей. Например, здесь есть кадры, отлично передающие это чувство, а спидлайны и постановка кадра прекрасно отображают хлёсткость и силу удара. Но буквально на соседней же странице персонаж лбом пробивает рядом стоящего человека, и со стороны так и не скажешь, то ли он пробивает его лбом, то ли он просто вот так вот к нему прикослонился, так наклонился и... И... И вот... Вот, да. Ну или проблема с логикой раскадровки, где у нас персонажи едут в машине, кадр автомобильного конвоя со стороны, а потом герои просто смотрят на промятую крышу, на которую кто-то приземлился. Нет ни кадра приземления на крышу, ни какой-то последовательности... А, ну и в дизайне порой происходит что-то странное. Типа на улице лето и дождь, но персонажи у нас носят меховые шапки. Видимо, своеобразная клюква, и в этом есть какая-то логика. В целом, как и сказал, нет ничего критичного, вышесказанные проблемы есть и у художников большой двойки, а порой проблемы у них даже больше. Поэтому хочу сказать, что рисунок Кремяна приятный, высоко детализированный, с хорошей постановкой кадра и режиссуры. Взять хотя бы сцену битвы под дождем, которая отлично подчеркивается короткими баблами с текстом, на манер того, что пишет Фрэнк Миллер. Это прям очень круто. Учитывая то, что Фрэнк Миллер сам больше так не умеет, это вдвойне круто. Или напряжение, которое чувствуется в немой сцене после скандала в доме. То есть у художника есть отличные задатки рассказчика посредством своего рисунка. И я уверен, что он еще набьет руку и будет становиться все лучше и круче. Колористы, кстати, поработали здесь на славу, учитывая то, что все окружение весьма мрачное и блеклое. Они всегда стараются подчеркнуть сцены яркими и контрастными цветами, не превращая комик в серо-коричневую меланхолию. Также здесь есть вставки с рисунком от Евгении Чащиной. И вот это было для меня прям сложно. Не то, чтобы все плохо, все как раз наоборот, все очень здорово. Ее рисунку присущи нотки экспрессионизма, и это было сложно для моего восприятия. Полный депрессии и серых приглушенных тонов рисунок Чащиной отлично подходит тяжелым сценам, усиливая эмоциональный эффект. Но я рад, что с ней не очень много сцен. Это круто, но лично мне было бы сложно долго находиться в атмосфере, выписанной художницей. Единственная серьезная претензия к комиксу и такая аномальная странность, которую я не понимаю, это то, что люди, отвечающие за оформление текста, не вставили ни одного звукового эффекта. Это очень странно наблюдать гробовую тишину, когда во время дождя бьет молния, гремит гром, кто-то проламывает крышу или что-то взрывается. И кадр просто заблюривается, чтобы показать, что все трясется от взрыва, но не более того. Возможно, создатели посчитали то, что оформление звуков в комиксе не нужно, и это какая-то штука из 60-х, которая должна была умереть, но это не так, и мертва тишина к комиксу никак не подходит. Что же в итоге у авторов вышло? А на деле получилась невероятно мрачная и довольно увлекательная история. Данный комикс является лишь одним из толпов фундамента, на котором издательство хочет построить большую и многогранную вселенную, и в целом все хорошие задатки для этого есть. Другой вопрос в том, что первый том оставляет много недосказанностей, не дает шанса проникнуться и познакомиться с персонажами, оставляя данные пробелы как задел на будущее, хотя в первую очередь читателя необходимо зацепить уже сейчас, чтобы потом было кому что рассказывать. Хотя в этих подробностях есть и определенная интрига. Лично меня данный комикс зацепил, и я видел в нем много положительных качеств, которые мне интересны. Да, я высказал большое количество недостатков, потому что я не хочу делать какие-либо компромиссы, аргументируя то, что «ну ведь это наши русские делают, это первые шаги молодого издательства», ну или вроде того. Все это так. Однако авторы создают комикс для рынка, в котором ему придется конкурировать не только с альтернативой или бабл, которым стоит определенно поднапрячься, кстати, я рад, что у них появляются такие конкуренты, но также комиксу придется конкурировать и с большим количеством работ, переведенных на русский язык, с которыми голоду нужно будет делить одну полку в магазине. И поэтому мне хочется сказать, что авторы, пусть и совершая ряд ошибок, набивая шишки, все же весьма преуспели в создании чего-то уникального. Этот комикс не без недостатков, но и не без интересных и потенциально хороших идей, ради чего их работы захотят покупать и следить за развитием большой вселенной антиутопичной России. Поэтому лично я с удовольствием продолжил бы следить за развитием данной серии, что рекомендую сделать и вам. В любом случае попробуйте. Ну а на сегодня все. Там лайки, комментарии, вот эти все штуки. Короче, жмите все кнопки подряд и... Еще увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok